МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ну вот и завершились для нашей страны те самые 10 дней, которые потрясли руки. Если перед праздником наши газеты подводили итоги уходящего года, а он был действительно насыщен и бедами, и радостью, то сейчас первые страницы занимают обзоры происшествий, которые произошли за время каникул. Мы же постараемся не слишком зацикливаться на этих самых сводках. Действительно, в большинстве своем именно сводках происшествий, а для начала чуть подробнее расскажем о настоящем новогоднем чуде, которое, как и положено, произошло 31 декабря. История о том, как Дед Мороз вернул водителю права, разнеслась сначала по Белогорску, а затем и по всей области. Писать письма волшебному деду перед Новым годом стало для белогорцев, считай, национальной идеей. Вот и Дмитрий Путилов, хоть и давно не маленький, и в сказки не верит, решил написать. Два года назад за пересечение двойной сплошной у него забрали права. И вот те раз случилось чудо. Организаторы конкурса его письмо заметили сразу, посовещались с местной полицией и с главой города. И вот 31 декабря сам Станислав Милюков вызывает Дмитрия Юрьевича к себе в кабинет и по поручению Деда Мороза вручает тому восстановленные права. Впрочем, сказка сказка, и о правилах есть правила. Так что глава города особым образом подчеркнул, что вся процедура была проведена в рамках закона, а подобные новогодние чудеса случаются раз в жизни. Как видите, иногда для получения заветного подарка приходится вести себя хорошо даже не год, а целых два года. Для того, чтобы отойти от праздников, вернуться в прежние формы и в рабочий ритм обычно тоже требуется немало времени. О том, как справиться с послепраздничным синдромом, рассказывает Амурская правда. Все это время мы пили и ели от души, ходили в гости и ложились за полночь, просыпаясь бог знает во сколько. А теперь приходится возвращаться в рабочую колею. Тем, кто только что вернулся из южных стран, еще хуже. Организм сопротивляется как может, и эта беда официально признана психологами. Они-то и помогают с ней разобраться. За время каникул накопилось много неотложных дел, но не следует моментально бросаться в бой. Десять дней ждали и еще подождут. Для начала просто разберите бумаги, наведите порядок на столе и сделайте несколько не самых важных звонков. Решить все проблемы за день или даже за неделю нереально. Лучше расставить приоритеты и составить план на январь. Или даже на год. Впрочем, первую атаку дел и проблем вы наверняка уже отразили. Теперь нужно оправиться от стресса и вернуть в колею свои биоритмы. Короткий световой день и холодная зима делают эту задачу еще более сложной. Не сидите на работе допоздна, не хватайтесь за лишние дела и, как ни странно, не болтайте с коллегами почем зря. Понятное дело, что хочется обсудить праздники, но так ваша не слишком мощная энергия и вовсе будет потрачена впустую. Готовьте одежду с вечера, не пропускайте завтраки, обеды и ужины, не отказывайтесь от чая и от кофе и налегайте на витамины. А главное, соблюдайте режим дня и хорошенько оторвитесь в выходные. Такие рекомендации позволят вам безболезненно скоротать время до следующего отпуска. Кстати говоря, о морозах прижали они нас довольно серьезно, как давно уже не прижимали. Их принято называть крещенскими, а это подсказывает, что на носу еще один праздник, ведь мы же с одинаковым рвением отмечаем и Хэллоуин, и Крещение. Еще мы где-то слышали, что в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно искупаться в проруби. Кто его там знает, какие механизмы это запустит, но надо так надо. Ныряние было дело затягивались чуть ли не до рассвета, но в этом году ночные купания, по крайней мере в Благовещенске, отменяются. Такое решение было принято еще в прошлом году. Тогда многие стягивались к проруби в нетрезвом виде, и Федерация Квайспорт предупредила, больше этого не повторится. А вот днем, будьте любезны, 19 января в 13 часов вода будет освещена и вмиг станет целебной. Крещенские проруби появятся в Белогорске, Зее, Тындии, Шамановске, а уже сейчас окунуться в ледяную, но пока еще не святую воду можно в Райчихинске и, конечно, в Благовещенске. Бассейн на Амурской 1 находится в ведении все той же Федерации Аквайспорт. Прошу прощения, но мне лично непонятно только одно. Федерация спортивного плавания в ледяной воде, конечно, может и считается организатором крещенских купаний, но кто уполномочил ее отменять многолетнюю традицию? Хотя, кто эту традицию придумал, тоже тот еще вопрос. Дела идут, контора пишет. Это фраза, которая сначала вышла из-под пера Михаила Зощенко и стала бессмертной благодаря Ильфу и Петрову, вполне могла бы стать негласным девизом, например, прокуратуры. В минувший четверг, 12 января, прокурорские работники отметили свой профессиональный праздник. Кто что пишет и какие именно дела идут в адрес органов наблюдения за соблюдением закона, разбирались журналисты АИ в Дальний Восток. За минувший год амурские прокуроры выявили более 45 тысяч нарушений закона и восстановили в правах 20 тысяч граждан. Цифры эти растут год от года, а все от того, что жители области стали все чаще бороться за свои права. Чаще всего амурчане сетуют на нарушения трудовых или жилищных прав. В каждом 12 обращении вопросы о несоблюдении законов о несовершеннолетних, на местах от третьего и ниже пенсионные законы, вопросы земельного законодательства, охраны природы и так далее. Обратиться в прокуратуру, пишет газета, может любой человек. Нужно лишь правильно указать наименование госорганов, в которые подается жалоба, написать свои реквизиты и обратный адрес, изложить суть жалобы и поставить личную подпись и дату. Впрочем, учтите, анонимные обращения или жалобы с нецензурными выражениями и оскорблениями, которые иногда таки хочется вписать, вероятнее всего останутся без ответа. На 10 дней жизнь затихала не только на улицах и на рабочих местах, но и в этих ваших интернетах. Форумы и блоги стали не то чтобы пустынны, но все же не столь насыщены, как в обычные дни. Впрочем, даже на сайте Порт-Амур в разделе блоги накопилось. Краткий обзор того, чем жили все это время наши авторы, в конце сегодняшней программы. Первой в новом году на Порт-Амуре отметилась Мария Москвитина, поведав о своей развлекательной программе на вечер 1 января. Нынешний президент призвал всех осваивать бадминтон. Пожалуйста, благо потолки высокие. Живущая в Китае мексиканская амурчанка Ольга Дерамос. Ее продуктивность удивляет. 10 дней и 10 записей. А запомнился почему-то дурак. И именно так называется в Мексике лекарство от изжоги. Народный блогер Дарья Майкова возмущена за силами иностранных слов в русском языке. Действительно, зачем нам все эти импортные коррекции, контенты и прайс-листы? Ведь, например, вместо инородного словечка «киллер» вполне допустимо емкое русское слово «убивец». Ну и, наконец, композитор Федор Воробьев не сидел без дела. Накануне праздника он порадовал нас гимном Порт-Амур, а за это ему отдельное спасибо. А теперь вот два посвящения губернатору Олегу Кожемяка и его приморской родине. Песни «Океан» и «Здравствуй, порт Владивосток». Все, кто тоже таскует по морю, могут послушать их на сайте агентства Порт-Амур. На этом все. Теперь у наших газетчиков задача посложнее. На одних только итогах года или сводках за выходные номер не сверстаешь. Впрочем, вернуться в обычное рабочее русло – это наша общая, хоть и непростая задача. До встречи. Салон мужской одежды «Богатырь» предлагает мужскую одежду от 46 до 72 размера. Футболки, толстовки, рубашки, ветровки, шорты, джинсы, брюки, спортивные костюмы. 50 лет октября, 26. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok